Всем огромный-огромный привет! Доброе утро! Еще очень рано, только-только светает. Я варю на завтрак себе два яйца. У меня в принципе больше ничего нету. Надо, конечно же, идти в магазин, потому что молока нету. У меня только яйца, потому что яйца я совсем недавно покупала. Так, в общем, морковки нету. Морковка вся ушла на оливье. Лука нету, молока нету. Ну, в общем, так, по мелочи. По мелочи. Поэтому завтрак будет состоять из двух яиц. Сейчас сделаю себе кофе с молоком и больше ничего есть не буду. Вот, не буду. Надо держать себя в руках. Все потом вам расскажу. Почему и что. Конечно, после праздников раздалась. Очень сильно поднабрала. Очень сильно. Я даже все праздники, хочу вам сказать, честно, боялась вставать на весы. Думаю, не буду вставать на весы. Надо, конечно, с этим что-то делать. Ну, будем надеяться, что все наладится. Так, наливаю кофе, потому что хочу... Ну, даже и по мне видно, я даже по себе вижу. У меня везде все раздалось. Когда встаешь, утром у тебя уже не видно глаз. Это очень-очень плохо. Это буквально не лезет ни в какие ворота. Ну, хочу вам сказать, я в праздники себя не ограничивала. Не то, что я там... Были какие-то масштабные застолья. Нет. Никаких застольев масштабных не было. Никаких там... Да, я бы сказала, даже перееданий не было. У меня даже после праздников... Вон, посуды-то нету. Все помытое, все после холодца. Холодец у меня получился легкий. Такой, какой холодец у меня... В прошлом году, конечно, тяжеловатый холодец вышел. В этом году холодец вышел легкий. Я теперь, наверное, всегда так буду варить. Я же его варила в этот раз с индейкой. У меня, правда, единственная рулечка маленькая была. И ножичка. Всего одна была ножичка. Тоже с такой... В общем, одна ножка, разрубленная пополам. Вот так скажем. Не очень большая. Около килограмма. Но там одна костяра, сами знаете, сколько в этой ножке весит. Так же, как, в принципе, в рульке. Но холодец удался. Там была еще индейка. Вот эти крылья индейки. И, конечно же, они принесли свою легкость холодцу. Вот. Чему я очень-очень рада. И вот я, наверное, теперь всегда буду варить так на индейке. Мне прям понравилось. Именно вот за свою легкость. Какой холодец был легкий. И вот такую чашечку можно было, конечно, холодца умять. С горчицей. Вот этой, что я заказывала, показывала вам. Сладкая. Она вкусная такая. Она и сладкая, знаете, и терпкая одновременно, как горчица. И вот такую горчицу я люблю. Так как острая мне особо нельзя. Да я это острое и не люблю. Но вот эта горчица прям самое-самое-самое оно. Так, вот сюда я, наверное, себе сделаю яйца. Вот. Ну, я еще к вам вернусь. Может быть, что-нибудь расскажу. Может быть, будут покупки. Посмотрим. Мне сейчас надо все делать кофе. И по делам. Что-то я примерзла. Примерзла. Но у нас, конечно, после этих холодов сильных достаточно так потеплело. Вот. Что хочу сказать. Машина завелась. Все нормально. Вот. Правильно мы сделали. Мы снимали аккумулятор на всю эту минусовую неделю очень сильную. Не стали машину мучить там, да, ходить, прогревать ее, тыркать, пыркать. Завелась, как младенец. Вот. Завелась. Прям пыр и завелась. Все. Надеюсь, больше таких сильных холодов не будет. Но очень холодно. Я вот когда седьмого утром, ну, не утром, уже в обед, к обеду ближе, я же сделала оливье, поставила курицу в духовку. И пошла в Валсберес. Думаю, в Валсберес мусор выбросила там. В Валсберес, думаю, схожу. И в магазин. Не было никакой воды. Думаю, минералку купить. Хоть воды обычной там какой-то питьевой купить. Вот. Думаю, все равно надо идти. Я, если честно, замерзла. У меня прямо руки отваливались. Как я сильно замерзла. Ставлю таймер на барку иц. Все. Ставлю таймер. Все. Если будет что показать, я вам обязательно покажу. Поэтому не прощаюсь. Еще хочу снять видео. Может быть, вы его уже увидите к тому времени, когда я это видео выкину. Может быть, не увидите. Хочу видео снять про свои подарки. Потому что уже хочется все начать использовать. Все хочется начать уже всем пользоваться. А то лежат. Я 9 дней терплю. Никак не могу. В общем, пока от этих праздников отойдешь. Да? Пока отойдешь. Все. Не прощаюсь. Тот же самый день я уже дома в магазин сходила. Чаю себе навела. Достала размораживать тесто. Но не знаю. Что-то оно у меня не поднимается. Не знаю, буду ли из него что-то делать. В общем, такое оно у меня. В общем, просроченное. Лежало-лежало в морозилке. Достала. Думала, что-то сделать. А теперь даже не знаю. Наверное, ничего делать и не буду. Так. Что взяла в магазине? У меня только, так скажем, полезные теперь будут покупки. Взяла сельдерей. Теперь буду варить супы, бульоны на сельдерей. 79 рублей. Он как раз был по акции. Думаю, возьму. Так. Что включить? Света нам с вами не хватает. Давайте вот так. Конечно, рюкзачок, как палочка-выручалочка. Я уже сделала себе манговый чай. Кофе теперь буду стараться пить только с утра или один раз в день. Дальше я взяла бутылку молока 2,5%. 74 рубля или 79, не помню. В общем, а это что, чек? Нет, это не чек. Так. Взяла вот такие штучки. Это какая-то, в общем, в перекрестке у меня была закупка. Это какая-то зеленая линия. В общем, какие-то полезные хлебцы хрустящие. Вот эти на фруктозе с черносливом и изюмом смотрю, там девочки какие-то брали. Думаю, ну тоже возьму, потому что теперь я не буду брать никакие булки там. Вот это все бутерброды, хлеб. Все, я потом вам все расскажу. Буду, конечно, от этого отказываться. И вот это какая-то в перекрестке зеленая линия. Но, в принципе, этим тоже нельзя злоупотреблять. Тут тоже достаточно много калорий. 450 калорий на 100 грамм продукта. Так, но, что я вам скажу. Вот здесь вот 70 грамм, представляете? Я буквально вот несколько штучек с чаем. И вот такие же взяла томатные хлебцы, хрустящие томатные. Вот тут прямо нарисована такая помидорка поднимающая штангу. Так, и здесь у нас калорий уже меньше в томатных, 390. В общем, там было столько много разных видов. Они мне не очень нравятся по вкусу. Но, если честно, правильное питание, оно не всегда самое вкусное. А что я пошла-то тоже, поперлась через этот перекресток. Потому что я же вам говорила, что у меня нет ни лука, ни моркови. Ой, в общем, лук еще так в перекрестке, более-менее. Вот. Но тоже надо было повозиться, повыбирать. Лука взяла много. Лука взяла 1,3 кг. Лук у нас по 40 рублей килограмм. В общем, лука набрала. А то я же кинулась, думаю, сделаю гречу с курицей. А у меня же нету, я же вам рассказывала, ни лука, ни морковки. Также хочу еще сварить гороховый суп. А туда тоже лук, морковка. Вот все упирается вот в это. В общем, буду варить гороховый суп на курице. Буду. Так. И морковка. Морковку взяла такую, мытую, за 70 рублей. Морковка была очень плохая. Ее там было очень мало. В общем, вот такие балки. Вот. Видите? Вот. Обрубки. Вот такие балки насобирала. Но более-менее такие, которые были нетреснутые. Взяла чисто. Вот. Полторы морковки у меня пойдет в гороховый суп. А полторы морковки пойдет на гречку. Сделаю что-то типа, знаете, как вот, ну так, по-купечески. Что-то а-ля по-купечески. С курицей, с морковкой, с луком и гречку туда все запарю. Я думаю, будет вкусно. У меня как раз курица там. И гороховый суп с курицей сварю. Ну, думаю, будет нормально. А чего нет? Такая домашняя, чисто домашняя еда. Вот. Все вам рассказала. Сделала себе вот такой чай. Это чай из манго. Мой любимый. Пахнет. И он очень вкусный с молоком. Сейчас молочко добавлю. В общем, рылась-рылась в этой морковке. Да там, в принципе, рыться-то было не в чем. Там был-то морковок 10. Да, от силы. Но там были же какие-то такие треснутые или слишком крупные. Ну, в общем, морковка тоже какая-то некондиция. А наша морковка, которая немытая, я бы и нашей набрала немытой. Но она была вся вот такая малюхенькая. И была вся такая жухлая-жухлая-жухлая. В общем, уже мягкая. В общем, вот так. Морковка у нас по 60 рублей мытая. А у меня, наверное, на нее еще скидка сработала. Вроде она дороже. Вот. 60 рублей на 42 рубля. Ну, в общем, вот так. Если честно, по вкусу мне эта морковка нравится не очень. Конечно, морковка с рынка. Она вкусная. Она пахнет морковкой. Она такая вот сладость морковную имеет. Все. Все я вам показала. Гороховый суп, кстати, бульон тоже буду варить на сельдереи. Это очень вкусно и полезно. Все. Всем пока-пока. Всем огромное спасибо.